так я уже распечатал чизкейк сейчас буду пробовать уже вижу тут такая текстура другая творожно-сырная я вижу что да с нашим отличается и тут песочное печенье вижу такое с маслом а сверху какой-то белый шоколад это очень нежно это твоя любовь ко мне мое второе имя нежно попробуй откусим это не наш сырник пока не добились такого лучше не добились такого сырника это очень нежные стоит во рту как будто масло крем чувствуется масло крем творог и привкус такой тарпа наполеона да 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 очень дорого вкусно да я жену баллов кофе вот так стараюсь что-то валер так подобрал моя чашка аля тифани золотом и вот так же подобрал аля тифани золотом запомнил я все знаю все что мне надо знать вообще в жизни что ему любит жена как бы все но и кстати про тебя статью пишу начало писать ты немножко перебил меня просто задел один комментарий чуть-чуть вот и мне очень не понравилось относимся снисходительно потому что люди все разные люди пишут исходя из своего внутреннего мировоззрения у каждой я думаю что у нас в каждой нашей хейтерши но хочешь где-то там рядом где-то был такой же валера такого не бывает один такой поэтому они обижаются пишут гадости до пытается всячески обидеть оскорбить вас это уже не берет наверх неприятно что женщины это пишут они дать себя настолько не уважают что позволяется во сторону на где-то 7 писать всякие такие нехорошие вещи но не понимаешь у кого не себя характеризирует характеризирует того человека на которого пишут они как бы себя то есть свой внутренний мир свое понимание проецирует нас плохого то есть со стороны это очень сильно видно конечно каждый из себя со стороны не видит но вот читая комментарии видишь ваши слабости и ваш внутренний мир можно прочитать люди разные должны нужны в этом мире конечно мать не а мы тоже его принимаем и кстати мы мы не пытаемся поменять хейтеров наши чем они должны быть в мире да они молодцы с этого состоит наш мир других людей там себя там друг друга там да учимся на хейтера понимаем как поступать нельзя что нас ранит значит мы видим что вот так нельзя по отношению к людям нас единственное что может ранить вот у нас семьи это наши отношения друг с другом мы тоже могут ранить чужие люди это мы это как-то глупо когда ведь уже могут ранить человека чувственного который принимает бит близко к сердцу не закален но я из таких людей я через себя пропускаю сегодня уже сколько лет мы в ю тубе мы тоже я помню свои первые комментарии то есть комментарии когда мы там делали эти вот кулинарии влоги кулинарии она как бы но потом как мы что-то пошло у нас там что-то где-то как-то и первые такие хейтерские комментарии да они были неприятные но потом мы поняли как в этом это нормальная часть жизни это это часть нашего общества да может быть я научилась принимать людей раньше я не принимала более было думала что мир идеальный все в розовых очках люди все как бы такие прям вот пони такие как я доброжелательны понимаешь там где я появлялась то в реальной жизни мне никто не хамил я с ними общалась хорошо общалась и мне также отвечали а когда я попала в мир интернета меня очень сильно удивляло почему люди мне хамят я же им ничего плохого то не делаю это нормально это наша жизнь а потом я пони начал понимать что люди разные их надо воспринимать это часть нашего мира это нормально тоже надо мы поняли как бы хейтеры но люди это у которых что-то в жизни плохо вот однозначно это на девяносто девять процентов у них какая-то есть проблема в жизни счастливый человек никогда не будет хейтером у которого все хорошо там в семье там в бизнесе с детьми там везде там с родителями не везде он не будет проецировать негативную энергию а где есть какая-то проблема и она вот выскакивает и он хочет эту проблему как бы увидел у другого у другого поэтому как это пословица если ты видишь там сыринку в глазе не поставит это вытащи сначала бревно у себя хорошо я сейчас буду пробовать потому что ну такой вкусный этот чизкейт но очень насыщенный то есть я уже им наелась это мы как будто с тобой во львове побывали да кстати очень похож на львовский сырник очень только там был шоколадная полипочка там разные варианты были да очень мы были чисто вот знаешь львов который в переулках это было интересно это было очень интересно зашли в какую-то вот она была какая-то маленькая одна комнатная квартира коммуналка длинная такая и мы там зашли где-то присели там вот это вот атмосферная была классная так угадайте за какой я цвет потянусь зеленый я люблю зеленый цвет обложка на телефон да точно только немножко уже затертая уже там ну этим телефоном пользуюсь не понял о чем тебе зрителям любимого апгрейд сделать обложки обложки-то затерлась ой выпало сейчас буду распаковывать впервые в жизни пробовать макароны 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 смотрела слюнями это глотала слюни хотелось попробовать ну не было как-то не до них было сделала я unpacking распаковку я не знаю есть ли такие люди которые не ели макарон типа меня вот я не знаю зеленый потому что фисташками или что наверное два вида вот это вот макароны вот этот и вот этот да ну короче будем пробовать это не ореро ну безешка вкус фисташки насыщенный вкус фисташки это скажи подожди дубайская печенька точно дубайская печенька дубайская печенька насыщенный вкус фисташки и какого-то непонятного крема ну что тебе сказать просто понимаешь когда ты что-то вот такой в жизни так вот 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 я вот это попробую и буду счастливой да она как правило но для меня сильно сладкая честно говоря очень сладкая дубайская фисташка да пробуем киевский торт аля без орешков на безешное пить на белках о яркий вкус яркий вкус именно фисташки да вторую пробу сильно сладкая хочу уже вторую пробовать сейчас я что ты скажешь как тебя ну интересно до первого раза попробовать интересно это как для любителей сладкую я не сильно такой любитель сладкую не фанат я люблю сладкое данное вот за что напомню что когда мы пошли с людой в греции в кафешку и деда набрала сладостей людо кайфовала потому что она очень любит сладкое я же ну я так понадкусывала попробовала до разного для меня сильно сладко вот для девочек которые как люда прям зависимо от сладкого не могут без сладкого прям вот яркий это для них фисташки да а для девочек которые мы с тобой там сели там упаковку фисташек у них не такой яркий вкус натурально просто как бы у фисташки тут как бы ну что то есть такое но зато я буду знать что это такое да прикольно сейчас будем скрывать шоколадный валер я уже распаковала понюхала пахнет молочным шоколадом пахнет печеньем с молочным шоколадом это уже не такой сладкий приторно не такой яркий на не такой яркий вкус но тут вкус кокоса кокоса это кокосовый это лучше ну тут ярче просто наверное ярче тот а этот нежнее это как баунти но без шоколада и с безешкой и вот эти кусочки кокоса попадаются стружка стружка кокосовым мне больше понравился фисташка сильно для меня оказалось ядреные вот это под кофе тоже надо вообще ну как бы то тоже как бы интересно яркий вкус такой ммм короче их надо пробовать и выбрать именно то что тебе во вкус а пробовать нужно все она все пробовать для меня самое лучшее это вот это сейчас валера из подмышки подмышка что-то родила появится наш наша безешка это наш не львовский сырник он более натуральный одесский можно так сказать более натуральный ну этот мне понравился макаранчик сейчас нам тебе сейчас секундочку запью кофе будем сравнивать наш новый рецепт мы решили немножко поэкспериментировать и добавить что-то новенького вдвоем добавляли химичили я пока сполосну рот кофе перед пробой говори свои знаешь как бы я любитель таких ярких вкусов это для меня что-то такое стружка слишком нежная здесь стружка кокосовая она похожа на что-то типа баунти не баунти но без шоколада но без шоколада там без печеньки то есть а то прям вот вот прям вот мне больше то зашло и более яркий вкус ну должно быть у нас что-то общее да да у нас общие дети точно то есть мне больше зашло все-таки да видишь какие мы с тобой разные а я более люблю такие нежные но самый лучший вариант это вот домашний вот это вот такой вот как это называется правильно сырник запеканка запеканка творожная запеканка ну как бы это просто творожная запеканка у нас это произведение искусства она более нейтральная но оно натуральное оно полезное единственно что можно сюда что-то добавлять чтобы вкус усилить можно варенье добавить сметану сверху да ну это да сверху если полить да сметанкой это допинг и вареньем какие-то топинги ярким малиной там вот это вот это супер особенно свежей малины в холодильнике у нас давай я буду пробовать меньше получалось здесь корочка да тут прям такая оболочка у нашей запеканочки и такая плотненькая текстура в этом чизкеке такая маслянистая а тут прям упругая жирные мы еще добавляем сметанки туда как бы ну несмотря на то что он плотный он нежный он нежный да благодаря нашему этому помощнику по кухне который перебивается вкусно нежно как я люблю все ира любит вот так вот постели кофе потому что еще что вкусненькое да а все мы любим так все мы люди живые мы нуждаемся в заботе а о нас может позаботиться только человек да человек конечно близкий человек любящий да да если мы не будем заботиться а только требовать да то это неправильно это корочку сейчас буду пробовать еще отдельно ммм она как пирог какой-то как это мы вчера это Карпачева смотрели позавчера Карпачева смотрели тоже вкусно там вопрос был почему там жена говорит муж меня не слышит почему он меня не слышит первый вопрос психолога а вы слышите мужа а она такая ну типа я не должен не не надо друг друга слышать и все тогда взаимно должно быть нельзя с одной стороны все время как говорится что-то пытаться понимать это пополучить или так далее надо всегда и дать и да я всегда хотела с Валерой какой-то такой свой проект о браке о мыслях ну тогда мы с тобой этот подкаст сделали ну и на этом и замяли не раскрыли может когда там но хотелось бы ну по статистике очень много разводов Валера там 80 процентов там по Украине там все беда которые ты думаешь они никогда не разведутся да очень большая статистика по разводам просто страшная и хотелось бы как-то помогать людям ну мы с Валерой немножко прожили мы пришли такие да трудности да своеобразные жизненные и просто рассказать какие там ошибки не делать да как воспринимать мужчину нельзя мужчину воспринимать как спасителя и бога и что от него зависит все твое счастье вот это самая большая ошибка женщина потому что счастье оно зарождается внутри тебя и если ты будешь требовать от мужчины делай меня счастливой ты никогда не станешь счастливой еще его сделаешь несчастным это такие маленькие лайфхаки да ну эту тему да эту тему надо так раскрывать и ну я бы хотела так сесть пообщаться с Валерой но у нас времени совершенно счастлива как-то может быть пообщаемся это же просто такое знаешь многие думают это ну девушки женщины очень много ошибочного мнения заложено если мы будем богатые мы будем счастливые да деньги тоже оказывается нифига подобного ты можешь быть богатым но внутри вообще разбитым человеком а для человека важно это чувство счастья чувство внутри счастья да оно же внутри ты такой вроде как бы все у тебя есть золото там бриллианты все есть а ты несчастный деньги они дают что свободу какую-то ты можешь купить что-нибудь материальное что-то купить но самое главное счастье это в человеческих отношениях да исследования показывали что счастье это в отношениях и люди которые тебя окружают это самое главное если у тебя гармония с человеком с семьей ты уже счастливый человек дай щеки нет дай щеки ну короче очень такая тема интересная глубокая дай щеки не даю щеки да единственный ребенок который не дает щеки все доволи это моя порода это ваша порода в общем подписывайтесь будет много интересного умного да если вам интересно может и созреем очередной какой-то подкастик Ира пьет кофе шикарный кофе нигде я такого кофе не пила а я пила много где кофе и даже в Греции Виталий еще не пила но пила разный кофе я еще и работала в ресторанах пробовала и машинные кофе везде и заходила в ресторан и пробовала кофе но такой кофе который приносит любимый человек и который делает с любовью и старается его подогреть нужную температуру сделать он у тебя настолько чувствует и знает что надо принести такой кофе что она не обожглась но чтобы она была горячей но это все чувствуется дай щеки поэтому это самый вкусный кофе потому что это приносится а дай маме попробовать это с любовью ой я уже так наелась он брауни еще попробует а какая ты красивая мама откусит и тебя даст папа страшно папа рот широко сильно открывает пугает да не нормально Это фокус был Николай, теперь ребенок будет бояться папе, откуда он взялся, дай папе ам, только второй раз меня не кинешь, такой звук был, это надо было видеть Папа всегда чуть-чуть откусил, а теперь все печенье провалилось в папу Травма детства, она еще такая эмоциональная, если смеется, то громко, если плачет, то еще громче Валерка, что у тебя с носком, скажи мне пожалуйста Это у меня носки для сварки, они такие попаленные, у меня кроссовки для сварки, знаешь, тоже Да, муж, который любит жену, и жена такая в бархате Ира говорит, Валера, давай куда-то там в Египет слетаем, Валера такой, сейчас носки зашью Ой, 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 хорошо, мы так много что сегодня наполтали О, смотри, Николь, что это у тебя такое? Надо зашить Николь Николь в шоке Ну, что это, папа, у тебя такое? Валерчик просит, чтобы я показала себя Зачем? У нас в семье один красивый, Павлин Валера У нас в семье один красивый, только Валера, больше никто Я сейчас буду готовить борщ, готовить обед, она за окном в снег идет А я пошел плакать над генератором Почему? У нас постоянно генератор включен, знаешь, как это дорого, это вообще перфесс как дорого Да, нам пообещали в одиннадцать включить свет Уже пять часов света Не дождались, теперь мы снежочек Видишь, снег идет, с первым снегом С первым снегом, сегодня 2 декабря Мы не дождались света, зато дождались снега Короче, сейчас просто приготовим кушать Борща поедим Борща поедим, будем греться Так что, кто скучал И кстати, Валера, тебе выговор Да За твою камеру Да Продай ее Да Ужас, Валерина, камера, это самое ужасное, что есть на этой планете Как она уродует людей Вообще, я не так выгляжу, честно Я, конечно, немножко поправилась, но не до такой степени, как передала камера Ужас, просто ужас Борщ почти готов Тут подходят булочки, сейчас уже буду ставить духовку И хочу сделать чесночную, вот эту заливочку Укроп, чеснок, подсолнечное пахучее масло и соль Кстати, нам дали свет Только мы повозмущались, сразу дали свет Это все, что осталось от снега, да? Красиво Калачики Они уже будут тут умирать Да Где чеснок? Ну, чеснок Короче, пока ты посадишь, да? Да Мы его съедим То мы его съедим А, пилка Поцарапала мне пальцы Ай-яй-яй-яй Что ты нам хотел показать? Да Да Уже все Все А что ты не снял на свой телефон? Я снял Просто подышать воздухом, называется Ага Фу, боже мой О-фи-геть Красивый пенек может сюда поставить какое-то кашпо Никто сюда не будет выходить даже Кашпо говорит Посмотрим, как заборчик у нас выглядит лучше О, вот такая красота О, класс Не, я не буду выходить вообще на улицу Я не люблю сюда выходить Скучно Тут никого нет, люди поразъезжались Остался один сосед И то Хочет нас вытравить отсюда Все нас хотят отсюда вытравить Обидимся, уедем В Дубай, да? В Дубай Куда мировые звезды уезжают? В Дубай уехала Куда мировые звезды уезжают? В Дубай А еще куда? Мировые Мировые? Да, Дубай это наши местные Это местечко Это экспорт Майами, Флорида, наверное Наверно Наверно Мы еще не решили Лос-Анджелес, по-моему Хорошо, Валерчик Ты молодец Я там борщ сварила уже Я уже иду есть Смотри, розочка Ой, какая красота бедная Булочки пахнут на весь дом, но мы их кушать не будем Не будем Будем просто смотреть на них и нюхать Валера чистит лук Николюшка уже кушать Садись, Олечка Садись Да Будем кушать порщ Порщ такой красивый получился Насыщенный Со сметаной С сальцом С бабушки Валерным Хлебом Да Дать тебе салфеточку Да Ой Мы так хотели кушать Чтобы просто не было мочи снимать видео Олечке урок Кира, Марк есть И Николюшка тоже намокает хлебушек и кушает А булочка горячая, да Горячая булочка Хочется, но печет Она еще с чесночком Но вкусная Марк, ты уже попробовал? Да Хрустящая, но горячая, да? Да Очень вкусная Это еще сало такое вкусненькое нам попалось Давно покупали Уже надо новое обновлять Это уже доедаем Олечка, иди кушать Ой Булочка тоже хорошая Лям-ля Лям-ля Николька тоже старается кушать У меня Ты самая-самая Ты совершенная